В актовом зале школы Зверосовхоза нет свободных мест, все потому что на повестке форума Управдом вопрос смены управляющей компании. До конца 2019 года многоквартирными домами в Царевском управляла Дружба, но лицензию ГЖИ у нее отозвала. Заявки на временное управление подали же у Пушкина и Краеугольный Камень. Они входят в перечень временных компаний. При определении управляющей организации полномочный орган выбирает из перечня организации управляющую организацию, осуществляющую управление на основании решения об определении управляющей организации, обладающей меньшим количеством многоквартирных домов относительно других управляющих организаций, включенных в специально перечень организации в соответствии с правительства 1616. Это ваш ответ почему. С 1 января управляет домами краеугольный камень, но платежки от дружбы приходят до сих пор. Более того, по поселку ходят люди, которые агитируют, оплачивают в кассу дружбы, а не краеугольного камня. Произошла путаница и обычным людям сложно понять, куда и кому платить. К тому же, что жители не известили должным образом о смене кампании, согласен и депутат Мособудуму Николай Черкасов. Информация была доведена поздно. Мы даже здесь, когда сидели с вами 14 декабря, я хорошо помню, помните, встреча была с депутатами. Глава поселения бывший, господин Рыжков, на вопрос, какая же кампания обслуживает, встал и сказал 14 декабря, а второго уже дружбы не было по документам. Встал и сказал дружба. И я тоже был убежден в этом. Многие уже оплатили не туда. Вернуть деньги можно только через обращение в правоохранительные органы. На заявление о возврате средств с дружбой вряд ли отреагирует. Платежки до 31 декабря вам необходимо оплатить в ООО «Дружба». Теперь основная задача жителей – провести в своих домах собрание собственников. Именно оно решает, какая кампания будет управлять их домами, либо выбрать способ управления ТСЖ. На это у жителей есть полгода. В протеянном случае дома Царевского останутся на попечении краеугольного камня. Анастасия Спирина, Степан Кузин, Пушкинское телевидение.